Тогда начнем. Меня зовут Максим, я работаю в МФТИ, лаборатории глубокого обучения. Сегодня я буду рассказывать про стахастические вычислительные графы и как они могут применяться в обработке естественного языка. Во-первых, ну это план на сегодняшнюю презентацию. Первая часть будет целиком посвящена тому, откуда вообще взялась такая постановка задачи, что такое стахастические графы и зачем они могут быть нужны в обработке естественного языка. Я тут сразу могу сказать, что это там не какой-то, не какой-то новая там теория или еще что-то, это просто такой, к этому нужно относиться как к более удобному языку для описания некоторых задач, которые чаще всего возникают именно в обработке естественного языка. То есть первая часть такая мотивационная будет. Вторая часть уже конкретно сам формализм этих вычислительных графов и несколько формул, одна формула, самая важная. И в конце выводы и одно применение покажу, как это может быть применимо, стахастические графы к sequence-to-sequence модели. Так, ну и начнем с мотивации. Вот началось все с того, что я больше всего занимался reinforcement learning вообще. И это как бы та область, которая еще не пустила очень сильно корни в обработку естественного языка. То есть хотя в принципе обучение с подкреплением, оно для очень многих задач применяется, но и там во многих задачах оно какие-то уникальные результаты дает, но именно в обработке естественного языка там какого-то консенсуса, какие подходы применять лучше, какие хуже нету. И применяются далеко не все самые продвинутые методы обучения с подкреплением, которые есть. Поэтому, когда я начал работать в лаборатории, в которой занималась как раз обработка естественного языка, у меня возникло естественное желание более продвинутые, более интересные современные методы обучения с подкреплением применить к тем задачам, над которыми мы работаем в лаборатории. Вот и как раз отсюда потом получилось так, что не совсем это естественно, описывать на языке обучения с подкреплением некоторые задачи, которые возникают в НЛП. Вот я тут две задачи привел, две статьи, в которых как раз статьи про НЛП и там применяется обучение с подкреплением. Первая статья это использовался ГАН для того, чтобы генерировать какой-то текст, похожий на нормальный текст. А вторая статья это там пытались обучить агента для того, чтобы с ним можно было вести беседу о жизни и при этом этот агент был, ну, успешно мог мимикриировать под человека. То есть там цель была в том, чтобы он какие-то очень, ну, какие-то более-менее разнообразные ответы давал и это не было похоже на беседу с каким-то уж совсем глупым ботом. В чем проблема была в обоих статьях и причем тут обучение с подкреплением. В них в обоих статьях loss-функция, которая использовалась для обучения, была недифференцируема. То есть вот просто взять supervised learning там и применить напрямую, backpropagation обучить все, что нам нужно, там не получилось бы, потому что у нас просто недифференцируема loss-функция. Например, вот в этой статье во второй, где про диалоги, там в качестве loss-функции могла быть, например, такая метрика, как количество одинаковых слов в двух последовательных ответах бота. То есть она явно недифференцируема, это какая-то эвристическая метрика, которую мы произвольно ввели для того, чтобы у нас бот более красиво говорил, более интересно. А как раз в обучении с подкреплением у нас очень часто такая ситуация возникает, когда какая-то функция награды, она или вообще вся в конце возникает, то есть агент взаимодействует со средой, вся награда в конце, либо она как-то очень сильно меняется. В общем, вот такая очень неудобная функция награды, это то как раз, с чем и работает обучение с подкреплением. Поэтому у этих, у авторов статей возникла естественная мысль, что давайте, супервайз, с лернигом тут ничего не получится, давайте обучение с подкреплением попробуем применить, тем более, что его все успешно применяют для похожих задач. И я вот еще коротко напомню, может быть, тем, кто забыл, это так называемое правило reinforce, то есть это правило обучения агента для оптимального поведения в среде. То есть тут логика этой формулы очень простая. То есть у нас есть агент, который как-то ведет себя в среде, в каждом, на каждый момент времени агент должен принять решение, как ему действовать. И когда агент доходит до конца эпизода, принимаете решение, он получает какую-то награду. Ну и там в середине траектории он тоже может получить награду. Вот эта последовательность действий состояния, она называется траекторией. И смысл этой формулы очень простой. Давайте подгонять параметры нашей политики, политики агента так, чтобы вероятность хороших траекторий, которые заканчиваются большой наградой, была максимальна. И вот можно сосчитать градиент для мат-ожидания награды. Поэтому тут не требуется никакой дифференцируемости функции награды. Главное, чтобы она какая-то была, R. Если она большая, то мы будем пытаться увеличить вероятность таких траекторий. Если она маленькая, мы будем пытаться их уменьшить. И понятно, это, в принципе, хорошо ложится на задачу, например, диалогового агента. То есть у нас, скажем, человек может говорить с диалоговым агентом, потом они там говорят, допустим, минуту, а потом человек там одной оценкой говорит. Это там диалог был на двоечку, на троечку, на пятерочку или там вообще на ноль. Понятно, тут недифференцируемая функция у нас награды абсолютно. Абсолютно сигнал только в конце. И как раз этот сигнал, который мы получаем в конце, мы можем использовать для того, чтобы потом подогнать политику, политику агента для того, чтобы он более хороший ответ и мог давать. Так, и вот на примере задачи, когда нам нужно сгенерировать какой-то текст на естественном языке. Это первая статья вот здесь. Как люди подошли к решению этой задачи и к применению обучения с подкреплением в ней? Они сказали, что давайте вот у нас мы занимаемся генерацией текста. Последние т токенов, там, слов или букв, это будет наше состояние. Действие это будет просто тот следующий токен, который мы хотим выбрать. Политика агента, это будет какая-то сеть, которая задает распределение, какой токен мы должны в заданном состоянии, как бы, следующим выдать. И функция перехода из состояния состояния, это просто получается какая-то номинальная, детерминистическая функция, которая у нас, в принципе, тут никакой роли и не играет. И как выглядит алгоритм? Подход очень похожий, что в первой статье, что во второй. Давайте соберем побольше данных и применим правило reinforce. Таким образом, у нас получится оптимизировать агента. И у нас, во-первых, там текст будет похож на какой-то правдоподобный. Во-вторых, агент диалоговый будет тоже более-менее там разнообразно беседовать с человеком. С ним будет интересно говорить. И вот какое тут мое личное субъективное наблюдение было, когда я начал этим заниматься, мне показалось, что тут мы слишком задачу сами себе усложняем. То есть понятно, что обучение с подкреплением — это такой общий фреймворк. Туда, в общем-то, по большому счету нам больше ничего не нужно, потому что в обучении с подкреплением почти все можно вложить. В этот фреймворк туда практически все можно вписать. Но в данных задачах мы… Вот генерация последовательности, диалог. Мы как-то слишком уж много дополнительных понятий сюда вводим для того, чтобы, в принципе, простую задачу решить. У нас есть последовательность какая-то. Мы хотим выбирать следующий символ, генерировать так, чтобы эта последовательность была красивой. То есть текст был красивым. А мы только, чтобы решить эту простую задачу, вводим дополнительно понятие состояния, действия, политики, функции перехода. Еще награда тут не дописана. Еще, может, дисконтирующий фактор. Тоже сюда же привязайтесь с обучением, с подкреплением. В общем, на мой взгляд, это ненужное переусложнение, которое суть может затуманить, во-первых. А во-вторых, нам осложнит анализ того, почему у нас там что-то работает или что-то не работает. Потому что в обучении с подкреплением это большая проблема. Там неустойчивость решений и так далее. Есть лучший путь благодаря DeepMind, когда как раз на основании стахастических графов, о которых я сейчас скажу. То есть мы эту задачу, эту же задачу, генерация последовательности, сейчас просто на чуть-чуть другом языке посмотрим, как она будет выглядеть. На мой взгляд, это будет более естественное описание, потому что нам тут нужно будет всего лишь одно или два дополнительных определения ввести. И, в принципе, мы можем там дальше уже работать. Что такое стахастический вычислительный граф? Ну, вообще вычислительный граф обычный — это просто такой граф, который записывает последовательность вычислений, которые мы хотим сделать. Там умножить на матрицу, применить сигмоид и так далее. Что делает то стахастическим? То, что есть некие узлы, в которых происходит сэмплинг из каких-то распределений, и дальше эти сэмплы используются для последующих вычислений в графе. Вот как на нижнем примере. У нас есть θ, это входные параметры, есть y, это случайная переменная. Распределение p от y — это параметрическое распределение, которое зависит от θ. То есть как мы в этом графе считаем нашу loss-функцию f? У нас есть параметры изначальные. Мы делаем сэмплинг из этого распределения p от y. Получили какой-то y sampled. Подаем его на детерминистическую ноду x. Там может это возведение в квадрат. И дальше подаем на loss-функцию. То есть всего лишь мы добавили сюда стахастическую ноду. И определения, которые дальше понадобятся, для краткости они будут дальше использоваться, это, во-первых, c заглавное — это будут все наши кост-ноды. То есть вот закрашенная f — это кост-нода. Может быть. Потом s заглавное — это стахастические ноды, в данном случае y, то есть все множество стахастических нод. Потом отношение зависимости. То есть w — это некая нода вообще в вычислительном графе. Если мы вот такое обычное отношение зависимости указываем, то это значит, что у нас нода, например, x, зависит от входных параметров. То есть просто в графе есть путь от t до x. Если у нас зависимость детерминистическая, тоже все просто. Это означает, что у нас от входного параметра θ до некой ноды w есть путь, который содержит только детерминистические ноды. То есть в данном случае x и θ, они не зависят детерминистически друг от друга, потому что путь блокирован стахастической нодой. Зато стахастическая нода y, она детерминистически зависит от входных параметров, потому что она как бы не заблокирована другой стахастической нодой. И dependencies — это просто для заданной ноды w опять. Это будут все наборы стахастических нод и все наборы входных параметров, от которых w зависит тоже детерминистически. То есть вот если здесь на этом простом примере взять y, то у него зависимости будет только θ, потому что тут больше ничего и нет. Если взять, например, x, то у него зависимости будет только y, потому что только от y он зависит детерминистически. И теперь, если мы хотим сосчитать loss-функцию, то мы определим процедуру расчета loss-функции следующим образом. Это будет мат-ожидание по всем случайным переменным от наших cost-функций. Вот это выражение, возможно, многим там напомнит модели со скрытыми переменными. То есть у нас мы интегрируем по всем скрытым переменным, получаем от ожиданий cost-функцию. И выражения такого типа, они очень часто вообще встречаются, как мы скоро увидим. Так, и сейчас мы начнем постепенно с обычного вычислительного графа, а потом сделаем его стахастическим. То есть вот, например, если мы вообще не знаем машинного обучения, но хотим натренировать логистическую регрессию. Наивный, наивный, самый наивный подход. Какой мог бы быть? Вот у нас есть x, это наша обучающая выборка. Есть два параметра, омега и сдвиг b. Сигмоид и кросс-энтропия в качестве loss-функции и правильные отметки классов. То есть если бы мы теперь хотели натренировать логистическую регрессию, как бы мы делали методом batch gradient descent. Мы могли бы просто взять loss-функцию, взять градиент этой loss-функции и просуммировать по всем обучающим примерам из x. Дальше выполнить шаг по градиенту в направлении уменьшения loss-функции и повторять до сходимости, благо в логистической регрессии у нас только один минимум. То есть в данном случае у нас мы пока никакой вероятностной трактовки этой процедуры не давали. Это такая механическая процедура, как можно в принципе натренировать логистическую регрессию. То есть тут все просто и пока никакой стахастики у нас нет. Теперь допустим, что мы уже знаем чуть-чуть машинное обучение, но мы там еще не стали байсианами. Поэтому мы с частотной точки зрения посмотрим на эту же задачу. И вспомним, что есть такой фреймворк, как минимизация эмпирического риска. Что такое минимизация эмпирического риска? Например, у нас есть истинное совместное распределение p, x, y. То есть распределение входных каких-то векторов и отметок y. То есть оно истинное, откуда-то нам сверху спущенное. У нас есть loss функция l и f theta. Это наш предсказатель, который говорит для заданного x, какой должен быть y. Как будет выглядеть идеальный риск в данном случае? Это будет просто мат ожидания по идеальному совместному распределению от loss функции. То есть вот это, если бы мы смогли минимизировать вот такую штуку по отношению к параметрам theta, мы бы получили идеальные параметры, потому что, ну, по очевидным причинам. Почему у нас, как бы, также понятно, почему нельзя эту процедуру, в принципе, сделать. Потому что у нас совместное распределение, оно нам никогда неизвестно. Если бы оно нам было известно, это значит, что мы бы уже задачу решили. Поэтому в подходе минимизации эмпирического риска мы заменяем неизвестное истинное совместное распределение на эмпирическое распределение, которое зависит от тренировочной выборки. То есть получаем эмпирический риск. Вспомним также, что мы можем делать не batch gradient descent, а можем, например, делать стахастический кредитный спуск. В данном случае мы будем просто делать сэмпл из тренировочной выборки, то есть выбирать равномерно любой из примеров, считать там loss-функцию, сравнивать с истинной отметкой, потом можно взять и градиент этого риска и выполнять шаг. И в конце концов эта процедура у нас также сойдется к неким оптимальным параметрам theta. Так, вот эту же процедуру, которую я тут описал, то есть сделать сэмпл из тренировочной выборки, сосчитать loss-функцию, выполнить шаг по градиенту, ее можно описать с помощью тоже стахастического графа. Вот на этом графе указан способ расчета этой loss-функции, которая записана вот здесь. То есть что тут происходит? У нас есть стахастическая нода u. Это по факту просто сэмпл, сэмпл одного из примеров в обучающей выборке. То есть у нас там было 100 примеров, например, мы выбираем равномерно любое число от 1 до 100. Дальше выбираем соответствующий пример в детерминистической ноде selection. Ну и как обычно дальше умножаем на омегу, добавляем сдвиг. Сигмоид. И считаем нашу loss-функцию. Если мы теперь запишем эту процедуру вот в виде формулы, то получим следующее выражение, которое, как легко видеть, абсолютно повторяет вот этот вот общий вид. То есть у нас есть стахастический граф. Мы берем от ожидания по всем случайным переменам, которые у него встречаются. От loss-функции. То есть в данном случае у нас единственная стахастическая переменная, это просто та, которая выбирает, какой пример нам взять из обучающей выборки. Таким образом у нас получился самый простой стахастический граф с одной стахастической нодой. И теперь, чтобы оптимизировать модель, нам нужно понять, как мы можем считать градиент вот таких вот выражений, то есть которые выглядят как мат ожидания от всех случайных переменных, а внутри у них loss-функция. И вот как раз предмет сегодняшнего разговора это будет то, как удобно записывать градиент для вот подобного типа выражений. Потому что если у нас вот такой простой стахастический граф, то там как бы можно даже обойтись без каких-то дополнительных теорем или дополнительных трюков. Можно взять и там расписать, что это интеграл, мат тоже интеграл от вероятностного распределения на loss-функцию и так далее. И взять тупо градиент. Но если у нас тут было, например, 200 нод, из которых там 50 стахастические, то это было бы все гораздо сложнее. Оказывается, есть общий формализм, как можно записывать такие градиенты. Еще один пример. Уже обучение с подкреплением. Вот формулу выше я уже про нее рассказал. Это просто правило Reinforce. Здесь в середине рисунок это стахастический граф, который соответствует взаимодействию агента со средой. То есть у нас есть состояние S1, S2, ST. Есть действия, которые делает агента 1, A2, AT. Есть награды R1, RT. Награды в данном случае будут являться с нашими как бы кост нодами. То есть то, что мы хотим максимизировать или минимизировать. И тоже очевидно, что этот граф тоже можно записать в неком вот таком виде. Понятно, что он уже будет гораздо сложнее считать градиент у него, чем вот у такой простой штуки. Поэтому как раз нам и требуется более общий формализм, который нам позволит сказать, как именно должен выглядеть градиент, когда у нас вот столько много стахастических нод, столько много кост-функций и вот такого сложного типа зависимости. Так, сейчас я воды попью, извините. Во второй части мы как раз сейчас обсудим теорему вот эту общую, где будет рассказываться про то, как этот градиент считать. Вот это самый сложный слайд во всей презентации, поэтому на него больше всего времени потратим. Это единственная длинная формула, которая тут есть. Вот она выглядит большой, поэтому будем есть слона по частям. Второе слагаемое в этой, ну точнее так даже лучше начать слева, мы видим как бы наш таргет, то есть это мат ожидания от всех случайных переменных, которые у нас есть в стахастическом графе и взят градиент. То есть вот тут три примера, тут везде одна кост-нода, то есть в этой сумме будет всего лишь одно слагаемое f, а случайные переменные, соответственно, тут y, тут y, ну и тут тоже, ой, так нет, y, x, x. Как сосчитать градиент, вот мат ожидания от наших кост-нод? Два слагаемых. Начнем со второго, потому что оно проще. Второе слагаемое — это просто обычный backpropagation. То есть если у нас есть какой-то путь, который ведет от кост-ноды к параметрам тета, и при этом этот путь не содержит стахастических нод, то есть этот путь не блокирован стахастическими нодами, то мы просто включаем его в эту сумму. В данном случае в первом графе такого пути нету, потому что блокировано путь от f к t, это блокирован y. Во втором случае тоже нету, потому что блокировано x. В третьем случае такой путь есть, вот этот вот внизу, поэтому соответствующая слагаемая тоже здесь появляется. То есть мы дифференцируем f по y, а y по t. То есть обычный backpropagation. Первое слагаемое здесь, оно чуть более сложное, но тоже не слишком. Во-первых, вот первая сумма, это мы суммируем по всем стахастическим нодам, которые детерминистически зависят от входных параметров. То есть в данном случае y детерминистически зависит от θ, x тоже зависит от θ детерминистически, и тут тоже x зависит от детерминистически. То есть во всех трех графах в данном случае в сумме будет одно слагаемое. Дальше производная логарифма вот этого распределения, то есть yx, xθ, xθ, это помноженное на все cost-ноды, которые зависят от данной стахастической ноды. То есть вот в первом графе это будет, у нас есть стахастическая нода y, она зависит от x. Мы берем производную dp dx логарифм по y от x, помножить на cost-ноду. Ну и то же самое здесь. То есть чтобы вот этой формулой как бы научиться пользоваться, надо один раз вот всего лишь эти три примера выписать, и после этого все станет понятно. Прошу поверить на слово. Ну кому-то уже сейчас, наверное, понятно просто, а кому-то еще понадобится это проверить. Вот, то есть вывод какой отсюда? У нас есть простая формула, которая механически нам позволяет для любого сколь угодно сложенного стахастического графа без каких-то математических озарений и прочего выписать несмещенную оценку для градиента. Это очень хорошо. Я надеюсь, что вы можете это оценить, что это хорошо. Те, кто уже работал с подобными выражениями, они наверняка вот у них сейчас возник вопрос. То есть это хорошо, что у нас оценка градиента получается несмещенной, хорошо, что мы можем получить ее механически. Что же нам делать с вариацией? Потому что если мы будем напрямую считать эту оценку для градиента, у нас будет очень сильно она там скакать. Там миллион, минус сто. На следующем сэмпле еще, там миллиард и так далее. Поэтому если мы захотим практически применять эту формулу, то нам нужно применить несколько трюков, которые позволят уменьшить вариацию этой несмещенной оценки. Я сейчас приведу три примера, которые наиболее часто встречаются. Но в принципе, вот если кто-нибудь занимался конкретно методами Монте-Карло, они наверняка еще могут там кучу способов подсказать сейчас, как можно оценку такого интеграла метода Монте-Карло более эффективно сделать. Я сейчас скажу только те способы, которые именно в машинлернинге чаще всего применяются. Первый пример — это репараметризация. То есть, например, вот в вариационном автоэнкодере у нас исходный граф мог бы выглядеть вот так, где Z — это стахастическая нода, которая осуществляет сэмплинг из пространства латентных переменных. Мы можем эту стахастическую ноду заменить на две. То есть берем просто какое-то фиксированное гауссовое распределение, например, там 0.1, и тут заменяем ноду на какое-то его детерминистическое преобразование. То есть масштабируем и добавляем сдвиг. То есть если у нас вот здесь был сэмплинг из какого-то гауссового распределения с рассчитываемыми параметрами, то тут мы можем его заменить на вот такую детерминистическую операцию и сделать дополнительный вход из стахастической ноды. Какие у этого плюсы? Плюсы — то, что у нас второе слагаемое вот в этой формуле, оно увеличится, потому что у нас появляется больше путей для backpropagation. То есть тут у нас backpropagation, скажем, от loss-функции вот сюда не мог пройти, а теперь, когда мы заменили эту стахастическую ноду на детерминированную функцию и на шум, у нас появились вот пути к параметрам phi. Так, второй способ уменьшения вариации. Вариации градиента этого интеграла. Это так называемый… А, да, вот тут я еще не сказал. Важно, что вот эта параметризация, она и в вариационном автоэнкодере, ну и вообще она, в принципе, делается для непрерывных распределений. То есть я тут делал пример с Гауссом. Что делать, если у нас, например, какое-то категориальное распределение? То есть вот простой пример — это если у нас, скажем, есть какой-то вход, там, x, потом мы делаем на нем какие-то вычисления, и дальше стахастическая нода, которая делает сэмплинг из категориального распределения, должна указать, по какому затем пути должны идти вычисления, то есть как бы какому, ну или аналогию провести, какому эксперту дальше отдать вот эти, ну, этот полупродукт вычислений, чтобы он дальше мог там выдать правильный ответ. То есть, например, у нас мы можем просто сделать, скажем, обучить несколько сетей. Там одна кошка, другая собака и так далее распознает. И уже как раз сеть сама будет решать, как бы, в каком направлении у нас должен идти input и менять параметры соответствующим образом. Я коротко тоже расскажу, как сделать репараметризацию для такого дискретного распределения, потому что, мне кажется, это очень важно. Так называемый Gumbel Softmax. То есть, допустим, у нас есть обычное категориальное распределение с вот такими параметрами. То есть тут получается 6 классов, у них такие вероятности. Если мы делаем сейчас сэмпл из этого распределения, у нас, ну, наверное, вот этот класс выпадет. Оказывается, что можно для такого категориального распределения также сделать репараметризацию. То есть его можно представить. Сэмпл из категориального распределения представляется в таком виде. То есть у нас есть GIT. Это сэмпл из некого фиксированного распределения Gumbel. То есть аналог шумовой ноды здесь. Плюс это просто вероятность класса I. То есть делая сэмпл из непрерывного распределения, мы можем легко получать сэмпл из категориального распределения. То есть такой способ получения сэмплов из категориального распределения. Теперь, если мы вот эту процедуру поставим вот сюда, а сюда поставим распределение Gumbel, то все будет хорошо за исключением одной вещи. Вот эти операции, argmax и one-hot encoding, они недифференцируемые. Поэтому у нас backpropagation все равно туда, куда надо, пройти не сможет. Поэтому делается так называемая непрерывная релаксация. То есть мы заменяем вот эти операции one-hot и argmax на softmax, который дифференцируемый. А тут все оставляем таким же. Таким образом у нас получается вот tau — это некий параметр softmax, аналог температуры. И получается, например, сейчас, что у нас выходы вот этого softmax при низких температурах, они будут очень похожи на сэмпл честный из категориального распределения. Но если у нас температура очень высокая, то на выходе softmax будет нечто похожее, ну просто на какой-то bias и все. И последний рецепт, как эту вариацию интеграла можно сократить, наверное, самый известный, это когда тот рецепт, который просто в обучении с подкреплением применяется чаще всего. Потому что, вот скажем опять, если мы возьмем это правило reinforce, о котором я говорил, оно в таком оригинальном абсолютном виде, его применять смысла мало, потому что там не будет ничего сходиться. Для того, чтобы уменьшить вариацию оценки аккредиента, который мы получаем по этой формуле, используется так называемый baseline, чаще всего value функция, которую мы можем сосчитать в данном состоянии. То есть мы просто вычитаем из награды значение value функции. Это также позволяет нам уменьшить вариацию оценки аккредиента. Ну и совсем коротко про применение. Вот здесь я изложил схему, как, скажем, модель sequence to sequence может быть представлен на этом же языке. То есть у нас здесь есть некий контекст, где у нас закодировано, например, или картинка, которую мы должны теги проставить, или предложение на другом языке, или еще что-то. В общем, контекст. Дальше идут LSTM. Ну, так условно написал LSTM, там может быть нечто более сложное. LSTM ячейки, которые на каждом шаге получают вход от предыдущего состояния. Это beginning of sentence. То есть они дают распределение. Дальше мы сэмплим из этого распределения. Следующий токен подаем на вход следующей ячейки. И то есть получается, что мы так генерируем эту последовательность, пока LSTM не скажет нам, что предложение надо заканчивать, или мы там какой-то максимальной длины не достигнем. LSTM считается в зависимости от того, какие сэмплы мы получим на вот этих нодах, где происходит сэмплинг из распределения по словам или по символам, например. Но опять LSTM тут может быть любая. Вот на мой взгляд этот способ более естественный для описания модели sequence-to-sequence, потому что иначе, если бы мы хотели напрямую RL сюда применять, нам бы пришлось опять говорить, что у нас вот эта вот LSTM ячейка, она агент, она же у нас является средой. Это у нас награда. Это сэмплинг из политики. Ну то есть на мой взгляд это просто будет такое терминологическое первое усложнение, абсолютно ненужное. И плюс опять же, если бы мы завязывались на reinforcement learning, то у нас более узкий взгляд был бы на то, как этот градиент от loss-функции можно считать. То есть, а так вот мы, в принципе, у нас стахастические графы, абсолютно общий формализм. Мы можем теперь любой там метод Монте-Карло, любой способ уменьшения вариации расчета интегралов метода Монте-Карло применить для того, чтобы вот эту loss-функцию считать. Если бы мы ограничили себя чисто обучением с подкреплением и думали бы только в этой парадигме, мы бы, скорее всего, ограничились бы только бейзлайнами, потому что все вариалии используют бейзлайны, и дальше бы не пошли. Ну и вот завершение, парочка, заключение просто такое небольшое. То есть как, на мой взгляд, high-level, очень high-level подход мог бы выглядеть. Мы для нашей задачи, например, это какая-то очень сложная нейронная сеть, где куча стахастических нод, где там сэмплинг в середине сети происходит много раз. Мы собираем этот стахастический граф. Вот в качестве таких стахастических нод что может быть из известных примеров? Это там hard attention, termination gates и так далее. И дальше просто применяем вот этот вот общий формализм для того, чтобы сосчитать оценку, не смещенную для градиента параметров этой сети. Это как раз вот то, чем мы занимаемся в лаборатории. Я и Евгений тоже тут сидит. Евгений, покажись, пожалуйста. Я просто после презентации должен буду уйти, но если что, вы можете Евгению тоже вопросы задавать. И что лично мне бы еще было интересно обсудить, вот наверняка тут есть большие специалисты байсовской статистики, я к таковым, к сожалению, не отношусь. Это вот связи этих формул с формулами в вариационном байсе. Так, да, последний слайд, который… Вот мы в лаборатории МФТИ будем делать зимой конкурс конвои на НИПСИ. Там нужны волонтеры, которые смогут оценивать ботов. Ну и кто-то, может быть, тут есть даже участники этого будущего зимнего конкурса. Пожалуйста, вот заходите по этому адресу, вы там сможете побеседовать с ботами, которые разговаривают почти как люди. Все. Вопросы? Спасибо за доклад. Хотелось бы спросить, правильно я понимаю, что во всем докладе словосочетание стахатический граф, оно использовалось только, чтобы лучше представить весь алгоритм. То есть, когда я шел сюда, я себе представлял, что стахатический граф — это матрица сопряженности, где там по квадратной и типа по каждому столбику есть там вероятность перехода от этого элемента к житому и там в сумме каждого столбика типа единичка должна получаться. Как я понял, здесь только это представление, да? Да, это просто название. Просто, чтобы про себя смотрелось, да? Понятнее. Ну просто он так называется везде. И вот в этой статье основополагающей. Поэтому я свою терминологию не стал изобретать. А с помощью какого фреймворка удобнее всего это все реализовывать? То есть это PyTorch, который как бы позволяет какую-то гибкость достичь или что-то еще? Ну, это на самом деле то, чем мы прямо сейчас занимаемся, до конца непонятно. Потому что, в принципе, если у нас есть вот эта формула, то если у нас есть какой-то стихотический граф, дальше мы по простым правилам должны собрать обычный граф, который будет считать вот градиент по такой формуле. И как вот этот переход сделать, в каком фреймворке его будет удобнее всего сделать. Ну, пока мы еще изучаем этот вопрос. Еще. Спасибо за доклад. А правильно я понимаю, что представленная формула отверху на слайде — это, по сути, обобщение правил reinforce, где в качестве награды берется косты в кост-нодах? Да, да, именно. Они так позиционируют, все так. Окей, хорошо, спасибо. Спасибо за доклад. У меня вопрос. Вы, собственно, это сравнивали с чем-то еще, с каким-то вариацией, с просто reinforcement learning, с той же схемой, которая была описана вначале. Ну, в чем выигрыш? Вот как бы есть какие-то приемы, которые были перечислены, трики. В принципе, их кажется… Можно ли их применять без этого? И какой, в принципе, от всего этого, да, профит, выигрыш? Ну, вот я просто еще раз тогда к мотивационной части вернусь. Чуть подробнее расскажу. Там, с чего все началось? С того, что вот я стал смотреть, как применяется reinforcement learning в NLP. Оказалось, что вот чаще всего, как он применяется? Это просто берут задачу, говорят там, распределяют, что это агент, это среда, там, это еще что-то. И применяют формулу policy gradient с каким-то бейзлайном. Или, ну да, с бейзлайном. То есть вот это какой-то, ну, наивный подход, он точно не оптимальный, потому что таким способом очень много задач будет сходиться медленно или вообще не будет сходиться. А вот такая формулировка, она позволит больше техник для ускорения сходимости применить к этому интегралу, скажем так. Ну, точнее, к оптимизации. Вы проверяли? Ну, вы какое-то сравнение проводили, где видно, что вот получалось лучше? Нет? Давайте я дополню. Просто если сравнивать с обычным reinforce rule, можно заметить, что reinforce rule – это только первая часть, только первая слагаемая. Если вы просто тупо перемените к стихотическому графу reinforce rule, у вас получится, ну, просто смещенный градиент. Вы опустите второе слагаемое. Банально. Просто потому, что reinforce rule, он ложится только в парадигму reinforcement learning, когда там была схема. Не всякий стихотический граф ложится в парадигму reinforcement learning, поэтому вот просто эта форма более общая. Как раз соль доклада была в том, что в NLP не каждый граф, который возник в NLP, ложится в reinforcement learning, зато в такую штуку точно ляжет. Задачу решить удалось? Решаем. Спасибо. Типа, практический вопрос, когда мы увидим результат, что, типа, вот одна задача, она быстрее сошлась с помощью вашего метода, чем с помощью reinforce rule. Ну, в этом году. На NIPSE, да. Еще вопросы? Нет. У кого-нибудь есть последний вопрос? Нет. Ну, ладно. Спасибо за вопросы. Спасибо. Спасибо.